всем огромный огромный привет так сегодня что мы будем готовить сегодня хочется приготовить что-нибудь вкусненькое ага а какие продукты мы видим у меня на столе из этого всего можно приготовить очень вкусный салат правда но сегодня будет не салат сегодня будут очень очень вкусные крабовые котлетки и скрабовых палочек делаются они очень просто быстро буквально за какие-то считанные секунды и вы накормите вкусными котлетками и себя и ваших гостей нам понадобятся крабовые палочки у меня вот такие две упаковки очень вкусных крабовых палочек самих по себе я бы их съела даже так даже не в виде котлет 2 яйца немного чеснока для пикантности зелень грамм 150 сыра у меня вот такой кусочек сыра обязательно возьмите сыр твердый совсем немножко муки терка и миска и я буду использовать сухари панировочные вот такие с кунжутом если мне не хватит найду какие-нибудь другие сухари ну в общем буду жарить крабовые крабовые котлетки из крабовых палочек в сухарях можно жарить их в манке обваливать можно обваливать в муке кому как нравится а сейчас давайте нарежем с вами крабовые палочки мелко-мелко можно их еще пропустить через блендер или натереть на терке сейчас посмотрю как лучше будет это делаться у меня крабовые палочки очень интересные может быть даже не придется их тереть давайте откроем и посмотрим у меня крабовые палочки вот такого вида они вот так интересно ломаются в такую стружечку поэтому я их наверное просто либо натолку вилкой вот такие либо вот так порежу ножом мелко я думаю будет достаточно у нас будет такая с вами крабовая стружка вот такими интересными волокнами у меня крабовые палочки такие крабовые палочки еще нельзя в них завернуть рулетики поэтому я в основном такие всегда беру именно на крабовые котлетки для быстроты я все же решила потереть крабовые палочки на терке трутся очень быстро получается вот такая стружка поэтому сейчас быстро быстро дотираю все крабовые палочки и к вам возвращаюсь вот такая стружка из крабовых палочек у нас получается вот такой как рыбный фарш далее мы сюда разбиваем 2 яйца смотрите если у вас крабовых палочек меньше можно разбить и одно яйцо так как у меня много я разбиваю 2 и быстро-быстро на терке натираю сыр сыра надо грамм 150 200 у меня вот такой кусок твердого сыра тоже трем на крупную терку натерла сыр вот столько у меня получилось сюда же добавляем его прям к нашим крабовым палочкам дальше сюда же нарезаю зелень зелень может быть любая у меня это будет укроп вот такой зелень закидываю тоже в наш с вами фарш прям вот сюда ничего не не солим не перчим и выдавливаю сюда чеснок у меня маленький чеснок смотрите по вкусу примерно где-то 3 зубчика чеснок это когда полил дополнительная пикантная нотка к нашим с вами котлетам все чеснок выдавили теперь добавляю ложку муки прям совсем совсем чуть-чуть вот так где-то столовую ложку не полную и замешиваем тесто не тесто а фарш конечно все перемешиваем так можно конечно с этого сделать и прекрасный пирог сейчас я размешаю яйца и все хорошо хорошо с вами перемешиваем все наши котлетки прям вот так хорошо хорошо вымешиваем у меня получается очень хороший такой добротный фарш он уже пахнет очень вкусно если бы тут не было яиц можно было просто сделать как салат тем временем пока в сковородку наливаю масло ну примерно чтобы было покрыто дно у сковородки вот так вот такой у нас красивый получился фарш вот такая красота теперь я буду формировать небольшие такие котлетки и обваливать панировочных сухарях и выкладывать на сковородку сейчас вам все покажу формирую вот такие небольшие котлетки и кладу их обжариваться на сковородку сейчас сделаю все котлетки и вам обязательно все покажу вот такие здоровские котлетки у нас получаются вот такое количество штук у меня сколько здесь 678 и еще одну девятую я сейчас подвину и положу 9 котлеток у меня получилось с такого количества продуктов сейчас они быстренько пожарятся должна быть вот такая румяная красивая корочка и мы с вами будем их пробовать ну и вот такие вкусные оригинальные котлеты с крабовыми палочками у нас получились это очень вкусно это очень ароматно я пока жарила прям это было очень ароматно сейчас хочу с вами вместе попробовать эти котлетки показать вам что в середине если помните у нас там был сыр он конечно же расплавился сейчас мы разрежем котлетку знаете она прям с пылу с жару причем эти котлеты можно есть как и горячие так и холодные мне кажется горячие они очень подойдут с картошкой пюре не знаю почему я эти котлеты вижу прям с картошкой пюре пока они горячие сыр еще такой тягучий вот такие котлетки сейчас я попробую обязательно покажу вам что внутри котлетки очень очень ароматные и безумно вкусно безумно оригинально единственное единственное что я вам посоветую берите хороший сыр и вкусный и хорошие вкусные крабовые палочки не могу ничего говорить за вкусный результат если взять такие нибудь дешевые крабовые палочки получилась такая очень интересная корочка у них очень они получились вкусные кстати в холодном виде они прекрасно подойдут под закуску вот такая в серединке сейчас я вам покажу в разрезе крабовую палочку немножко не фокусируется очень вкусно чеснок придает пикантную ароматную нотку ни в коем случае не солите потому что потеряете весь вкус вот такая красота такая котлетка безумно вкусная как горячая так и холодная обязательно пробуйте делайте это должен хоть раз попробовать каждый причем если вы приготовите такие котлетки своим родным но не скажете из чего они они очень сильно удивятся практически рыбные котлетки это очень вкусно извините что я при вас прям ем но это безумно вкусно у меня еще был безумно вкусный сыр и безумно вкусные крабовые палочки ням ням к так что не поленитесь приготовьте такие изумительные котлеты с крабовыми палочками удивите своих родных близких и друзей спасибо что забежали ко мне в гости на мою кухню всем огромное огромное спасибо обязательно оставляйте какие-нибудь комментарии внизу советуйте какие-нибудь свои легкие рецепты и вкусные мы обязательно будем их с вами готовить или например что-то вы где-то увидели но не знаете вкусно это или не вкусно тоже можете писать мне рецептики мы с вами обязательно будем тестировать и проверять вкусно это или нет а всем до свидания и пока и за вас